Какой я получил? Какого вы домостроители многоразличной благодати Божией? Одно предложение, один стих. Хватит размышлять за целую жизнь. Служите друг другу. Значит, не один. Вот это я думаю, когда я начинал с монашеской, как можно было это просмотреть? Я ушел в пустыню, в пустыне житель, ни одного человека не видит. Его найдут, он в губле еще заливается в тайгу. Это прямое нарушение же этого. Если сегодня живем мы здесь, а спрашивай, какой дар друг у друга? У соседа какой дар? Ну какой, корову так же держится, свиней, как я. Но ведь мне об этом речь идет. У каждого из нас есть дар, и его надо определить. Определить как талант и начать приносить превращение. Если пришел с тем же самым талантом, какой Бог дал. Даже обнаруженный талант, и не принес плода. Горе. Человек этого Господь наказывает. Здесь написано, который получил. А если сам получился, получил какую-то специальность, получил ты или не получил? Иногда говорят, я бы послужил, да у меня таланта никакого нет. Я говорю, как ты понимаешь, что талант в сердце такой? Ну петь, в первую очередь петь. Ну а еще, ну в больших храмах иконописцы есть, еще и иконы пишут, все. Ну больше тут никто не считает, какой это талант. Два таланта. А мы сейчас посмотрим, как Господь учит людей служить друг другу. Что вся природа служит, оказывается. Чтобы понятно было, что такое слово «служить популярным», оно в Библии встречается 764 раза. Даже просто считать, и то долго будет. До слова «служанка» еще 245, итого тысячу девять раз. Как служить? Бог учит. А когда спрашивают, как будто даже девять раз никто не слышал. Какой у тебя талант? А какой самый главный талант? А могу ли я претендовать на больший? Я услужу, а могу ли я себя проверить? Ну выкладываюсь я на этом таланте или нет? А есть польза или нет? Какая огромная работа у человека может быть? А можно вообще ничего не делать? Просто проспать всю жизнь и все. И на том свете оказаться. Уже в огне только окажешься и скажешь, сгорела окаянная душа. А почему? Да потому что страха Божия никакого нет. Совершенно. Зачем родился? Зачем ходил? Зачем на этих плечах Бог свиную голову понесел? Непонятно. А ты скажи, Господи, я родился для того, чтобы быть ангелом. Будьте как ангелы. Все ангелы моего посылают перед тобой, ян-то иститель. Ангелам по пророчеству сказано, что он обратит сердца. А сердцами кто может заведовать? Мы считаем, педагоги, кто-то. Сердцами людей заведует дух святой. Во втором послании к Коринфянам 8.4 апостол говорит, мы просили принять дар участия в служении святых. Собрать деньги с людей, уговорить и отнести в Иерусалим евреям. Это служение и дар. А сегодня не помогают евреям. Так они нас сами умеют с нас взять. Да и по-крупному берутся. Но нам награды от этого уже никакой нет. Посланник Ефесянам 3.7. И говорит так. Я садился к служителям по дару благодати Божией. А вот если бы Павел не был проповедником, не был апостолом, мог ли он это сказать? Я думаю, где бы он ни был, он обязательно нашел бы свое себе применение. Разницы никакой нет. Мне встречались такие люди, его совершенно мне в знакомую обстановку забрасывает Господь. И он там как будто всегда родился и там нужен. Как в одной баске. Как один мужик генералов покормил. Он волос на себя выбрал. Скилки сделал, рядчиков. Зажег деревом. Спичек нет. Все может делать. Талант. Его надо развивать. Надо трудиться. Встретаться с кем-то, чем я могу быть полезен? Чем? Ну нетрудно сесть перед собой, расчет провести. Вот сегодня я прожил только для себя. А может быть это в кредит Бог дал мне, чтобы я отдал кому-то? Бог дал мозги, то шевелите ими, потому что рано или поздно за эти мозги-то Бог спрашивать нас будет. 1 Тимофея 1.12. Он определил их на служение. Говоря о людях, говорит, уже определенная задача перед каждым стоит. Бог определил, назначил, отойдем мы до туда или нет. А спроси, какая цель? Деяние апостола, 20 глава, 34 стих. Нуждам моим и бывших при мне послужили руки моих сиих. Павел говорит, а чем палатки шил? Делатели палаток, то ли они и вязаны были, никто не знает по сегодняшний день. Кожные палатки или как. Человек имеет дар. Посмотрите, имеющий дар человек, как преобразил нам этот храм. И имя его на каждом богослужении упоминается как у строителя храма. А люди приходят и спрашивают, а как у вас так красиво? Вот эта икона у нас, храмовая, нарисовала женщина, которая скоро умерла, мы даже имени ее не знаем. Но молясь перед этой святой иконой, мы прославляем Творца, что она этим талантом послужила. Мы не знали, как выглядит Анфим Некомедийский. Да и он такой или нет был, но мы привыкли вот именно к такому. Она нас за собой увела. А может быть действительно он такой? Деяние 24, 34. Когда апостола Павла посадили, он сидит. Но к нему стали допускать людей и не запрещали служить Павлу или приводить к нему людей. Служение запрещается еще в том, чтобы не препятствовать. То есть я имею власть помешать, а могу и не помешать. Я могу задержать, а могу пропустить мимо. Это все дар. Дар на судительность. Не так, что инструкция есть, а по инструкции буду делать. Не всегда это и болезно бывает. Приходится иногда отойти. Ради нужды, как бывает, применение. Но в пользу и дело. Не так, что ли. Если полное погружение в крещение, а мы сделаем изменение мочи. Не в этом дело. Нам сегодня назначено конкретно сделать что-то. Погода не позволяет. Мы занимаемся другим. Вот как надо понимать. Римлянам 7 глава 6 стих. Господь избрал нас, чтобы нам служить Богу в обновленном духе. Вот вся наша жизнь храмовая называется службой. Служением Богу. Дальше Богослужением добавляется. Когда люди готовятся переплыть в большие моря, то строят корабль. Корабль этот, это не лодка. Сто лет мой строил ковчег. Хотя плыть никуда не собирался. А куда волны понесут. Так вот, литургия означает общее дело кораблестроения. К литургии надо готовиться. Это общее дело. Мы все должны молиться. За пасторя, за архипасторя. Чтобы Бог притворил таинство. Чтобы священник служил вдохновенно. Не при пыльшке просто барабаном стоял их, лишь бы службу отнести. Чтобы священник служил вдохновенно. Чтобы сердце наше соединялось со слышным. Это все участие. Это наше служение. 1 Коринфянам 9 глава 7 стих. Какой воин служит на своем содержании. И кто насаждает виноград и не ест из стада и не пьет молока от него. Понимай это и буквально. Ты всегда ставь себе задачей. Десятина мне не принадлежит. Корова сейчас наедает. Десятый жилок. Он от нее должен уйти сюда. Курица несет. Десятое яичко принадлежит к храму. А кроме этого ты ищи нуждающихся. Где эти нуждающиеся? Там где Бога благодарят. Где не лозы и съедят. Где работают. Но какая-то в чем-то нужда. Он дал нам способность. Значит в этом и надо служить. 2 Коринфянам 6. Павел говорит во всем мы являем себя как служители Божьи. Вот выйти и сказать я во всем являю себя как служитель Божий. Служа как редкий. А в чем? По пальцам перечисляем. В терпении. А вот терпения-то как раз не хватает. Жена не так говорит. Терпения не хватает. Муж не так сказал. У жены терпения не хватает. Дальше. В бедствиях. Переноси бедствия. В нуждах. Нужды могут быть материальные, духовные. В тесных обстоятельствах. В тесных обстоятельствах. Складывается. Сейчас это не от нас. Господь заключает человека в темницу. Четыре стены никуда не уйдешь. В больницу. Одна больничная койка. Иногда приходится находиться на работе. Вот как ездят проводники и прочее. Он все время на колесах. Остесленное обстоятельство. Другой остановки нет. Но здесь он должен служить Богу. А как? Вот и вопрос. На своем месте находясь. Ты спросил Бога талант. Господи. Чтобы своими глазами посмотреть на мою работу. А как она выглядит. С утра до вечера. Самая трудная работа. Я повторяю. Наша мать Гаврила. Это молиться и с детьми водиться. Это самое трудное. Заложить в будущего жителя на земле образ Христов. Апостол Павел говорит так. Второе колитвам 8.19. Он избрал его сопутствовать нам для благотворения, нуждам, послужить во славу Господню. Павел все в этом плане рассматривал. Всех своих сотрудников. Какая от них польза Богу? Мы с кем-то знакомы. А спроси. А какая польза от этого знакомства? Только материальная? Человек помог тебе и ушел. Ты день и ночь молишь, чтобы этому человеку, если он не верующий, дать духовное. Чтобы душа его дробно поискала Бога. Не случайно ты оказался в этой верстности. Причина одна. Чтобы ты нашел путь ко Господу. А остальные причины, они тебя только побуждали к этому. Солой и Калифим 11.23. Павел говорит. Они Христовы служители. В безумии говорю, что я больше. На всем больше. Больше посланий написал. Больше книг издал. Больше денег насобирал. А перечисляй. В трудах. В болезнях. Безмерно в ранах. Перечисляй. Какие? Я более всех послужил. Безмерно. Да какому польза от этой раны? Тебя били, и ты хвалишься. Да. Вся церковь отдыхает, когда меня бьют. Более. В темницах. Это он же в церкви служил. В темницах. Странно. Я когда попал в тюрьму и думал, вот теперь от меня пользы никакой нет. А на суде Божьем может окажется, что это единственный диму, или когда от меня была польза. Вот как может быть. Многократно был принесмертый. Такие опасности. Я этим служил Богу. А если ты в покое дома в пищу идешь, а тебе пользы никакой нет. Зря как воздух переводишь за пищу. Галатом 5-13. Любовью. Служите друг другу. Трудные даты. Не просто, а любовью. Дети вот сейчас повелок на маленькую экскурсию. Они вообще никого не слышат. Я все делаю с разъяснением. Показываю. Вот мазут. И ступайте, дети. Один за другим сразу полезли в мазут. Вытаскиваю. Зараз взял мазут по сухому месту. Отпустил. Вырывается сразу, лезет в мазут. Неужели вы этого не видите? Это не сам по себе человек. Внешнее проявление отражает внутренний дух. Много ли времени тратите на детей? Накормите, идите, играйте. Ничего не будет. А маленький, иди там, поглядите в другой комнате. Самый драгоценный капитал веке. Выбери время. Поспяти с ребенком хотя бы минут 10 в день. Расскажи ему о Боге, о любви Божьей, о терпении, о том, что вокруг есть. Я вчера провел с детьми урок ботаники. Какие деревья, на что они употребляются. Сорвал листья, ветки. А потом взял отдельный черешок дерева. Соедините с листиками. Они мгновенно вычислили. А до этого ничего не совершили. А теперь переверни все к небесному. Как это важно. Какими плодами мы плодомосим. Тело мое, как пальма должно быть. Как виноградная лоза. Ты как земледелец можешь ребенку положить основание будущего. Галатам 5.13. Филиппийцам 1.12. Обстоятельства послужили им большему успеху благовестия. Оказывается, обстоятельства, что его арестовали, послужили обстоятельства, которые Бог нас заключает, служат для чего-то. Ну ладно, если помогает нам кто-то. А если кража, а если пожар, как это может послужить. Но святые и в этом находили. Благословен Господь. Филиппийцам 2.22. Говорят и Матвей, и Павел опоминают. Он как сына отцу служил мне в благовествовании. Скажи, у тебя есть сын. Как он тебе служит? В чем? В благовествовании. Павел, так у тебя что, это хозяйство какое-то? Благовествование. Вы всегда детей спрашиваете. Ты сегодня кому-нибудь рассказал о Господе? Ты жизнью твоей показал, что ты христианин. Что в отчет, уважаемые спать, дети говорили. Переписано в 2.25. Павел говорит, что Павел служил мне в нуждах в тюрьме. В колоссе на 1.7. И Павел, верный служитель Христов, он служил мне. Напомни о том, ты сразу подчеркиваешь, он служил мне. С кем вы в жизни были знакомы? Кто служил вам в деле благовествовании? Ну, допустим, я издаю книги. Это кто мне издает, кто корректирует, кто печатает. Я могу их взять в сотрудники. Но в каждом своем деле должен увидеть. Ты изготовишься на молитву. Кто тебя ищет, чтобы помолиться? Часто ли тебе в лученька твоя подходит и говорит, Баба, пора помолиться. Давай помолимся. Добейтесь этого, чтобы они искали вас не тогда, когда вы им в рот холдук кладете. В колодце 1.25. Ходя вам по служителю, по домостроительству Божию, веренному мне, для вас, чтобы исполнить Слово Божие. Смысл служения – исполнить Слово Божие. Ты хочешь себя проверить, у тебя служение Божие идет или нет, или просто живешь, как обыкновенный человек, как животное. А Слово Божие открой. Слово Божие говорит – конечная цель прославления Христа. Конечная цель – это обожение всего человека. Конечная цель – быть Харским Небесным. Быть исполненным силой Духа Святого. И к этой цели каждый день надо подвигаться. В 1 Тимофея 3.13 Павел говорит – хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Мне недавно один человек говорит – вот я вижу, вы молитесь, дома у меня побыл, ну попросил помолиться. Вы разговариваете с Богом, как будто это хороший сосед какой-то у вас. Я говорю – ты совершенно правильно понял. Это хороший друг. Я просто разговариваю с Богом и мне радостно. Чтобы позвонить по молитве, я мгновенно соскакиваю, потому что в конце жизни-то я начинаю все больше понимать. Ничего больше этого нет. Как я жалею, что прошли все годы, когда я просто молился как механически, правила все исполнял, посты не нарушался. Но внутреннее обретение свободы на молитве не приходило, молитва не идет и все. Служение Богу. И когда будет у тебя дерзновение, то есть открыто, смело говорить перед Богом. 1 Тимофеев 6, 2. Когда люди не могут терпеть друг друга. Он говорит, чтобы мы не были небрежны, а были постоянно в добре и не приведали братья, которые верующие. Бывает, начальник верующий, а не верующий. А с верующим можно как угодно говорить, но все равно мне не дать подзатыриться. А наоборот, с верующим надо аккуратнее обращаться. На тобой начальник верующий с благоговением, потому что это брат твой. 1 Тимофеев 6, 5. Некоторые думают, что благочестие служит для прибытия. Удаляйся от таких. Если кто говорит, что вы думаете, что реально поплыл, пошел в хищение, кидает, а не подгребает к себе. Им кримки молока, когда все несут. Отойди от таких людей. Если кто думает, что верующий делает только для прибытия. 2 Тимофеев 2, 14. Есть люди, которые вступают в слово приеме, что немало не служит в пользу, а к расстройству слушателей. Оказывается, каждый наш разговор служит или на добро, или на худое. Разговор, язык служит. Служит дар, который получил Бог, дал нам дар выражать мысли словами. В Салматеве 118, 91. По определениям твоим все стоит до ныне, ибо все служит тебе. Все стоит до ныне. Что? Земля, солнце, луна. Все. Потому что служит. А как не будет служить, Бог сразу его историт. Так и мы. Жир и доколе служим. Все раз присели. Говорит, как служить родителям, а сам, как своим владыкам, родившим его. Как надо детей учить с благоговением, отнеслись их к родителям. Подходит мать и говорит, дочь, меня пренебрегает. Прямо на днях подходит. Я вижу, что пренебрегает. Я говорю, а почему она меня не пренебрегает? Я чужой дядя для нее. Я скажу, она все выполняет. А тебя пренебрегает? Да потому что я мужа не слушаю. Ну вот и пошли дальше. Потому что ты мать не слушал. А это плоды теперь растут. Но ты не опустай его, и ты начинаешь с сегодняшнего дня трудиться. Серафа 7.32. Селый силой, селый силой, и люби Творца твоего, и не оставляй служителей его. Кого? Священского. Служитель. У них имя служитель. Серафа 31.19. Переставая есть первым изрежливости, не будь алчим, чтобы не послужить соблазном. Можно, вот на общие обеды собирается, и можно побыть, и так послужить за столом. Что прославишься, что не воздерживает, под две тарелки себе подъебает. И оказывается, это все в Библии описано. Серафа 7.33. Все, что есть вокруг, благочестивее он служит в пользу. А грешникам можно обратиться во вред. И посты, и молитвы, и благослужения грешнику все может пойти во вред. Он будет осуждать. Серафа 45.19. Что вы не служили ему. С радостью. Евреям 7.12. Чтобы свидетельство наше было тоже с радостью. 1 Коринфянам 12.7. Чтобы каждому дается проявление на служение на пользу ближнего. Апостол Петр дает нам заряд буквально на всю жизнь. Служить тем даром, какой получил. Я прошу научиться дома рассуждать. Если не можешь, позори мужа, старшего и скажи, как ты думаешь, у меня какой дар, и запиши. А теперь, сегодня этим даром я послужил кому-то или нет. Особый дар утешать другого. Особый дар собирать помощь кому-то. Раздавать. Как домостроители. Домостроители, то есть мы, как кораблестроители дома Божия. Многоразличные благодати Божией. Благодать Божия, это то, что нам Бог дал даром. И выходя из храма сегодня, мы поставим себе этот вопрос. Господи, довольны я из храма под этой благодатью, чтобы ближним послужить тем даром, какой ты мне дал. Аминь.